МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Я вот что хотел спросить прямо изначально Наверняка есть люди, которые готовятся к тому, чтобы пойти в мотошколу по весне Да, конечно И читают перед этим различную литературу, книжки, смотрят в интернете, смотрят ютубы, контакты и так далее То есть впитывают знания не практически, а пока теоретически И в этой связи, чтобы ты посоветовал читать таким людям, смотреть Или может быть вообще не надо ничего, чтобы не мусорить голову Такой вопрос неоднозначный Очень сложный вопрос на самом деле Я читал несколько книг хороших Но действительно самая хорошая книга, ее нельзя читать новичку Он ее не поймет Вот, я первый раз, когда ее прочитал, но это уже было, когда у меня со спортом было закончено И передо мной вся моя спортивная жизнь Прямо, знаете, как картинка, как кино пронеслось Сразу все падения, где, что, чего То есть, погоди, значит, надо читать что-то такое несложное для начала, если вообще читать Ну, как писать учатся дети Ну, да, от простого к сложному, правильно? Да, 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 и вот эти все книги, они как раз и написаны уже для сложного Уже когда, ну, чтобы люди могли говорить на одном языке, понимаешь? То есть вот человек, молодой человек, скажем, да, или девушка Вот он мечтает, он знает, что он пойдет в мотошколу там с апреля месяца Как только растает там снег, условно говоря, да? Вот, а пока вот он весь горит этим делом Он все подряд смотрит и попадается там что-то из высших каких-то там сфер мастерства То есть вот реально совсем ненужное Всякие штуки, связанные с контррулением, например, да? Которые, ну, то есть сначала вообще научись сидеть Правильно я говорю? Абсолютно правильно Особенно контрруление привел Особенно контрруление очень правильно примел Пример? Ну, честно говоря, даже в самом слове уже это интрига Да, да, еще появились там всякие разные новые контур-свешивания Там активные посадки Это же ужас Такого нас смотрится, начитается и дальше начнется Так что советуется? Что ты посоветуешь как гуру в этой сфере? Ничего, вот начните кататься, начните понимать мотоцикл Ну, ты же понимаешь, что это невозможно Невозможно Если молодой человек этим увлечен, он решил в Новый год, что он точно весной пойдет Он будет все равно каким-то образом искать информацию, правильно же? И смотреть все подряд, как мы только что и сказали Да, самое главное же во всем этом деле Это научиться самому понимать и слушать Ведь, как говорят лошадники Самый лучший инструктор – это лошадь Так же говорю и я Да, самый лучший тренер и инструктор – это мотоцикл Понимаешь, и дальше Дальше же все зависит от того, насколько пилот нашел контакт со своим мотоциклом А чтобы найти этот контакт, нужно знать, как он устроен Как там винтики-болтики крутятся Сам виноват Тогда давай пойдем дальше Если человек, у него нет мотоцикла еще Он приходит в школу, к тебе туда, на ржевку Есть же у вас какой-то мотоцикл тренировочный? Да, да, конечно И там он садится на то, извини, не то, что ему нравится, а то, что ему дают Да И как тогда понять, что это то, что тебе подходит или не подходит? Ну, это и есть методика моего обучения Почему я не приемлю онлайн-школы? Понимаешь, ну, потому что это Одно дело лекцию прочитать, да А другое дело научить онлайн ездить на мотоцикле Ну, можно прочитать лекцию и записать ее на видео, и показывать, как многие делают Да, вот ты садишься в самолет, устроился, да, вещи разложил, там все Тебе кофе принесли Стюардесса начинает знакомиться с экипажем и говорит А наш главный пилот или старший Закончил онлайн-школу там где-то, где-то, где-то Ну, здесь открываем сразу большие скобки и говорим о многих сообщениях, в которых сообщается о том, что есть пилоты, которые выучились Ну, правда, мы говорим про маломоторную авиацию Вот, но буквально недавно где-то проскакивало сообщение, что человек пришел и сразу сдал на пилота Хотя до этого он играл в игры и онлайн-тренажер, то все на компьютере летал Ну, и на солнце есть пятна Да, согласен, да, это подтверждение, да Поэтому здесь, ну, в большинстве же случаев это так Хорошо, давай по-другому Предположим, приехал человек, ты его посадил, объяснил на что, как нажимать, чего Может быть, даже он на первом занятии уже даже проехал немножко, может быть, вперед-назад И вот он такой обалдевший по завершении первого занятия, значит, собирается домой Ты ему какое-то домашнее чтение, какой-нибудь список литературы Ничего, все это начинается на следующем занятии, потому что все начинается с разминки И мы как раз с ним вместе и видим, как у него мышечная память работает Да, что он запомнил, что не запомнил Самое прикольное, это учить ребят, которые уже где-то накатались Это ты бы видел вот их глаза, их ошарашенные Да, боже мой, что же мы делали, как же мы ездили Когда приходит новичок, да, который ни разу не сидел на мотоцикле Он слушается открытым ртом, да, и он понимает, что так и должно быть Ну, то есть для него это не... Ну, он другого не знает Да, он другого не знает, у него нет никакого удивления И он просто слушает, впитывает в себя И делает, как говорят, да? Да, да, да То есть мы с ним общаемся А когда приходит человек, который уже где-то поучился, где-то накатался Вот тут начинается... А что удивляет таких учеников? Как мотоцикл управляется, как он тормозит, как он переключает, как поворачивает Ну, а какая здесь может быть радикальная разница? Во всем Ты садишься задницей на сиденье Правая рука на правой ручке Во-первых, мотоцикл убирают задом, да? Не внешними... Да, безусловно, он должен радовать глаз, да? Мотоцикл Это обязательно Но... Свой случай рассказываю, да? Прихожу в один салон к друзьям И там стоят четыре японских шестисотки Так Кавасаки, Ямаха, Сузуки, Хонда Все шестисотки Все спортивные, все шоссейные Все в один год сделанные Ну, просто красавцы, да? Я сажусь на один Блин, как корова на заборе Вот, реально А в чем, в чем? Давай я попаду в чем Неудобно сидеть Руки не дотягиваются, что? Руки не тянутся Где-то ноги упираются не так Ну, подножки не так И так, так На другой сел Ну, тоже как-то Хотя внешне они одинаковые Ну, примерно, по размеру Все одного года Все на одном острове сделаны, да? Там не может быть технически никакой Ты сам, потому что... Радикальная разница, да? Да, потому что на таком маленьком острове Там наверняка эти все разведки Там, шпионажи производственные работают, да? Вот Сажусь на третий Ну, уже как-то это самое На четвертой силу Думаю, боже мой Я на нем родился Ты понимаешь? Ну, честно говоря Верится Верится, но... Я тебе могу... Это самое Ты вот садишься в такую же машину, как у тебя, да? Угу В такую же марку Ты сел И сразу что-то... Ты чувствуешь, что это не твоя Ну, это ты сейчас про Мерседес рассказываешь Любую Ну, в Мерседесе все удобно Это вот идеальная машина А все остальное такое уже... Да-да-да С допусками Ну, примерно вот такие вот эти вот ощущения И... Что еще? Ну, то есть люди приходят... Мы, опять-таки, возвращаемся к обучению И к тому, что онлайн обучать глупо По твоей версии Да Что нужно вот учить практически И мы говорим о первом занятии, например, да? Когда человек прокатился уже немножко И он приходит на второе Да И ты говоришь про мышечную память Да Которая... Давай, 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 типа вспомним, что мы делали на прошлом занятии Так А меня он должен воспринимать, как будто я просто сторож Который ему выдал мотоцикл В парковке его Так, то есть получается, что ты не учишь нифига, да? То есть ты говоришь, я стою в стороне Так, 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 тут и начался Так нельзя говорить Это в процессе разминки А не... То есть вот сколько там на разминку понадобится 10 минут, 20 минут Окей, хорошо, значит, человек пришел на второе занятие А ты говоришь, я ничего, вот я сейчас вообще ничего не говорю Вот мотоцикл, садись, прокатись кружочек Я посмотрю Нет Вспоминаем все прошлое занятие Ну, так вот это и... Это не кружочек Ну, хорошо Ты сказал кружочек, понимаешь? Я же не знаю, как у вас там Так ты, вот в этом... Вот в таких вот вещах это очень важно, да? Вот это вот словосочетание, как что-то, что ты сказал Это так же, как казнить нельзя помиловать Да Где запятую поставишь, так и будет Так же и здесь Понимаешь, чем дело? Вот И а ты говоришь, кружочек прокатился Нет, надо, чтобы он себя вспомнил, что мы делали на прошлом занятии Чтобы он сам вспомнил А от того, что я подскажу, ничего не изменится в данном случае Ну, кстати, логично, да То есть ты говоришь, например, ну, трогайтесь, да? Да Вот, и смотришь уже, что он делает Да, 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 да Именно так Я смотрю и для себя уже создаю картинку вот этого сегодняшнего занятия И так дальше, так все 10 часов Ну, предположим, вот он проехал немножко, да? Останавливается И ты ему говоришь, значит, так вот Тронулся нормально все Но вот сцепление, скажем, не дожал Нет, давай Давай, мы это, вот, мы же с тобой говорили, да, про эти Но не онлайн-школы Хорошо, хорошо, хорошо А у нас сейчас получается, что мы начинаем эту онлайн-школу, онлайн-дискуссию Я вот как раз и хотел с тобой посоветоваться В этом году, в этот сезон Чтобы ты несколько уроков поснимал Как раз и будет принцип онлайн-обучения Но не я буду рассказывать один А будет ученик Ты или твой оператор И я И оператор будет снимать, как это происходит Вот человек, который ни разу не сидел на мотоцикле Только на самокате или на велосипеде Или вот человек, который покатался, да Вот он уроком занимался И Что было, что стало Следующий урок Что было, что стало И так далее То есть получается, что в процессе обучения Ты просто подправляешь то, что задано было на самом первом занятии Нет Почему? Это же только была буква Первое занятие, это буква А дальше следующая буква Мы торможения на пятом-шестом числу начинаем проходить только То есть до этого они не тормозят? Нет Зачем ты, как ты научишься тормозить, если ты ездить не умеешь? Ну, честно говоря, у меня богатое воображение Я представляю этот аэродром Да, да, да И на самом деле, чем больше площадка, тем безопаснее Для ученика и для учителя Ну, наверное, да Кстати, а когда открывается школа? Когда начнешь? Ну, как снег сойдет Ну, то есть это может быть, например, даже конец марта Или начало апреля То есть еще холодно, но уже асфальт сухой И асфальт, главное, чтобы льда не было Игорь Копытов Ни много ни мало Мастер спорта Председатель шоссейно-кольцевой комиссии Санкт-Петербурга Судья всероссийской категории по мотоспорту шоссейно-кольцевые Основатель и руководитель собственной мотошколы КМ-спорт И человек, воспитавший, ну, не одно поколение, наверное, уже мотоциклистов, получается, да? Есть ли какие-то опознавательные знаки у таких людей? Какой-нибудь, может быть, маневр, которому учат только Копытов И вот люди смотрят, и кто-нибудь разворачивается перед трамваем или там КамАЗом И с таким искусством, кстати, Копытов, наверное, учил У меня одна ученица из Минска написала А у нее огромный мотоцикл, там, не знаю, какой там этот, Харли, самый большой Роткинг, наверное, да Она мне, ой, говорит, спасибо тебе большое Я, говорит, когда приезжаю на какие-то слеты, да Народ у меня спрашивает, нифига себе Такая маленькая, а так с этим мотоциклом там И туда, и сюда его валяешь и разворачиваешь Где ты? Говорит, а меня там-то учили Вот так приятно Ну, да, более чем Я вот даваю такой вопрос из, может быть, таких провокационных задам тебе Сейчас опять будет всплеск интереса к обучению, каждую весну И в этой связи народ, такой несведущий, неопытный, открывает интернет Или там, ну что, интернет открывает Смотрит кучу объявлений На авите, там, где угодно, выучим, там, за пять минут, там, за три минуты За десять рублей, там, за сто рублей и так далее Вот, как сориентироваться в этом, в этом изобилии? Есть ли смысл найти какого-нибудь мотоциклиста на улице, например Желательно более бородатого, максимально такого же пожилого И сказать, дяденька, вайкер, скажите, где вы? Как это, юморной, там, это, типа, анекдот есть, да? Надо знакомиться и дружить всегда со старыми мотоциклистами Потому что, если он дожил до такого возраста Да, да, он уже мудрый Значит, он мудрый И это самое Так же и здесь, да? То есть, если видишь, что умудренный сединами, там, мотоциклист или мотоциклистка Где училась? Ну, они все скажут, что все у тебя, наверное Ну, многие, да? Из старшего поколения Нет, конечно Ну, старшее, да, поколение очень много Ну, надо сарафанную радио слушать Потому что, на самом деле, на мой взгляд, вот эта реклама, да? Как она сейчас идет Она не показывает уровень школы, да? Ну, естественно, никакая реклама не показывает уровень ничего Вот так скажу И уже за долгие годы с момента развала СССР Давай так замахнемся, да? Вот, когда к нам пришел капитализм со своей рекламой и так далее Мы уже понимаем, что многие вещи, которые нарисованы на столбе, на самом деле Да, абсолютно Не такие хорошие Да, это мы до капитализма знали Да, ну, а теперь мы видим прекрасную рекламу Там, светящуюся, яркую Покупаете в ипотеку У нас самые дешевые квартиры Или здесь помидоры Это мы все знаем Но мы уже относимся, мне кажется, всей страной скептически довольно-таки Ну, по крайней мере, настороженно И понимаем, что люди, может, вообще там нищета уже разорились Но они последние деньги в огромный рекламный щит И народ полетел, как бабочки Я здесь только привержен к сарафанному радио, да? Потому что человек И движение человека, да? То есть на мотоцикле То есть если... Они сами показывают, что человек может То есть вот я, например Человек мне звонит и говорит А, я вот езжу, но я хочу там это сделать Я говорю, как быстро у меня получится Я говорю, да откуда я знаю? Пока я тебя на мотоцикле не увидел Что я могу сказать? То есть ты говоришь сейчас о повышении мастерсвалия Там накат улучшить как-то, да? Вот Поэтому здесь вот только разговор с... А что может напугать? Скажем, низкая цена может насторожить? По-другому спрошу Может быть качественная и при этом недорогое обучение? Нет Не может Однозначно Потому что здесь В цену, ввиду опять же того, что капитализм В эту цену вложено Кроме Скажем так Зарплаты инструктора, тренера Очень много составляющих Мотоцикл Насколько он Обучаемо пригоден, назовем так Потому что на юберах нельзя учить На ком? Ну на том, что на чем все учат Ну вот ебрики вот эти, да? Да, да, это мое Но все учат на них Да, но это вот лично мое мнение И только один копытов Да Я не учу на них, потому что это, ну А почему, если быть серьезным? Что там не так? Они очень маломощные, да Они Там слишком много надо совместить Своих действий Для того, чтобы начать ездить Потихонечку хотя бы Потому что он сам как мотоцикл Для меня это мотоцикл Который как в деревне Велосипед около стенки валяется Прислоненный Где сосед приходит Дай мотик в магазин сгонять Да вон, на, возьми Понимаешь, то есть На него сел и поехал Как на мопед на Ригу 4 То есть на нем сложно Там слишком много надо сделать Потому что маломощный Маломощный движочек То есть Просто отпустить цепление Он не поедет Надо чуть-чуть прибавить газу Тут руки замкнуты Тут руки напряжены То есть много отвлекающих Разных действий Нужно предпринять Чтобы простое действие Совершить Вот так вот Да А что тогда Более такое На чем учат Я не знаю Есть какой-нибудь компромиссный Такой характер КТМ какой-нибудь Какой-нибудь Я просто не знаю Других марок Нет, я выброс Совершенно случайно Мне попалось Уже больше 20 лет На ней учу Это Хонда Сибишка Это единственный мотоцикл Который я знаю Который на заводе Прямо выпускается В учебном варианте Для мотошкол как раз Да Для японских Для меня это Я это Совершенно случайно узнал Когда разбирал мотоцикл Но они все равно Не подходят для России Они же праворульные все А да, конечно Это там по-другому У них вот эта штука На которую нажимать Заводить с другой стороны Как на них ездить Хорошо Давай вернемся в твою школу Замечательную КМ-спорт Вот слово спорт Оно придает что? Может ли оно людей отпугивать? Они подумают Спорт, ну не Мне вообще Ой, что ты Что ты Во-первых, я не помню Как это Родилось Это название Да, потому что Это было В начале двухтысячных Вот Название это Мы с Мишей С краплей Придумали Вот Ну, КМ Это кандидат в мастера Спорта Это может быть И Копытов мотоспорт Копытов мотоспорт И Крапля мотоспорт Да, но Да, да, да Поэтому Потом было Переиначено Как команда Мастеров спорта Да, тоже звучит Очень круто Да, кстати Да У меня тогда еще и Поговорка была Кандидата в мастера спорта Я из любого сделаю А дальше А дальше же Это труд Человек Ну, а спортивность Тем не менее Сейчас осталась Конечно Безусловно Как же И Ведь Как 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 правильно сказать Ведь спорт Это То, что сейчас В спорте творится Мотоциклетно Да, ведь Спорт Это Высшее умение Управления мотоциклом Ну, смотря, наверное Как Ну, да Ну, любой Любой вид спорта Мотоспорта Мотоспорта Да Это Высшее владение Мотоциклом Разный И Если это лучшее То его надо внедрять Ну Да Но с другой стороны Если ты никогда в жизни Не будешь ездить по треку Зачем учиться Вот этим шоссейным Всяким приемам Да Дорога Что Любой современный мотоцикл Это Спортивный снаряд Ну, да Если ты на нем не Если ты этот спортивный снаряд Не понимаешь Ты как барон Мюнхгаузен На ядре на нем На луну Будешь лететь Вот А многие так и ездят Вот только Юбер Это Да Вот этот Прошлый век Мотоцикл Да Который для деревни За грибами ездить Вот и все Так Ладненько Давай тогда Все-таки О спорте Ведь спорт может быть Внедорожный Эндурный Да Например Нет Я Это не твое Это не мое Да Я только асфальт Только асфальт Кольцевая Угу Может помочь Людям Получить навыки Джимхана Та же самая Многие так говорят Ой, что я там Я могу и сам Долго смотрел Потом сел Поехал Как все Значит Джимханом Разделим Это опять же Это одно Одно из направлений Мотоспорт Это вид соревнований Понимаешь В чем делать Ну я считал Что это вольная тренировка Мне так казалось Это вид По Если Джимхану перевести На русский язык Это фигурное вождение мотоцикла У нас Проводились В СССР соревнования У нас Чемпионат СССР Проводился И так далее И так далее Я не знал его честно Но Это называлось Фигурное вождение мотоцикла Там устраивались Такие же фигуры Как на Джимхане Может быть Другой конфигурации И проводились соревнования Разряды прислали Все Просто Джимхан Это Звучит красивее Да Вот Все Полезная штука Но туда Надо приходить Подготовленным Учиться надо Чтобы ездить На Джимхане Джимхан Это соревнования Ну согласен Да С определенным Уже надо Таким Бэкграундом Каким-то Да Это то же самое Что мотокрос Что Это Понимаешь Если ты ездил На кроссовом мотоцикле За грибами Это не значит Что ты можешь Поехать в мотокрос Гонку Ну конечно Да Слушай Вот ты учишь За 10 занятий 10 часов Это какой-то Базовый Такой некий стандарт У тебя уже За долгие годы Выработался Да И Что получает Человек К концу Он ездить начинает Ну хорошо Начинает ездить Ну наверное Осторожно Наверное Смотри Здесь ситуация Выглядит Не только у меня Это безусловно Выглядит везде Просто Я всем своим Ученикам Ребятам Говорю От того Что вы у меня Отучились 10 часов Это не значит Что вы научились Ездить Вы только Поняли Как это делать И Все дальнейшие Ваши жизни На мотоцикле Да Это воспринимайте Как тренировку Каждую поездку То есть Вы должны Нарабатывать Накатывать 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 Вот То есть Развитие идет Постоянно Почему у нас По весне Так много трагедий Ну Отвыкают люди Да Наверное А некоторые Вообще не умеют Да Он не умел Еще и забыл Да Вот и все А чтобы ты В этой связи На уровне Правительства Ввел бы Какое-нибудь Ну я не знаю Там Ограничение Скажем Стаж Вождения мотоцикла Меньше года Значит не больше Там 60 километров Сейчас ехать Ну это Не это самое Это недостижимо Это просто Вот Так Это Еще один Этот самый Для чиновников Там этот Репрессивный Метод Ну Я просто говорю Слава богу Это Очень трудно Сказать Брать мотоцикл И ездить Говорить Что я буду ездить По правилам Да Ну Боже мой Ну чушь Ну да Тоже верно Мотоцикл Это хулиганский Вид транспорта Нельзя так говорить Почему Ну Если это так Ну ты можешь Быть этим самым Мальчиком Телевичком Да Пионер Отличник Ну вот Занося ногу На мотоцикл Настанет Хотя бы На это время Чуть У нас Это запрещено Законом Фулиганство Не получается Чемпионов Из Мальчиков Отличников Единицы Ну Ну да Наверное Да Так Итак Значит Сезон Начнется Обучение С первого Сухого асфальта У тебя Да И Вот эти 10 часов Это растягивается На какое время В реальности Ну Две недели То есть Это Значит 10 по 5 часов Самое Быстрое Самое Быстрое Это получается Это если Человек Выдерживает Двухчасовое Занятие И в идеале Это через день Чаще нельзя Бесполезно А то и через два Ну вот А с первого занятия Сразу ты сразу Сажаешь на мотоцикл Прямо тут же Да И прямо он Вот первый раз Вообще никогда не ездил И у тебя сразу поехал Ну там По чуть-чуть Пускай Да И девочки И мальчики Девочки Чуть по-другому А мальчики Сразу А сам Как считаешь Насколько То что ты Ну твои требования Насколько они Сложные Для человека Который раньше не ездил Ни капли То есть Ничего там Прямо такого Совсем ужасного Вообще ничего Какое-то насилие Над собой Ужасная работа Мозга Еще такого То есть Это ближе к инстинктам Туда где-то То есть Равновесие Ну я же рядом Это же не значит Что я ему в палатке Там или в классе Все объяснил Вывел на улицу Мы не знаем Вот и расскажешь Вот твой мотоцикл И поехал Нет Человек начинает трогаться Я рядом стою С девочками По-другому Мальчики Да Мальчики сильнее Здоровее Как бы Да Вот мотоцикл Я все объяснил Он Начинает движение А На твой взгляд Когда человек становится После скольких Может быть лет Вождения Уже вот Ну приемлемым Таким Компромиссно Осторожным В то же время Опытным Уже вот таким Вот уже Никогда Это нельзя Я не знаю Ну скажем Пять лет стажа Уже можно вообще За него не беспокоиться Ну например Или 10 Нет Я не могу ответить Это не Никогда Ну вообще Это правда Есть люди Которые изначально Аккуратные Значит правильно Ну я Я по себе знаю Да У меня например Есть несколько мест В городе Да Таких Где я даже На машине Пытаюсь потренироваться Да Там побыстрее Там повороты Проехать Там траектории Там все это Ну Объясняю Успокаиваю себя Это только одним Да Но вот если Я этого не буду делать Вот нарушать эти правила В плане того Чтобы побыстрее проехать Да То когда мне Действительно Понадобится ехать Быстрее По каким-то причинам Я не буду знать Как Я не смогу Этого сделать Понимаешь Ну вот Ну нужно мне Вот я опаздываю Вот какое-то Вот сверх Там Сверх что-то Да Я знаю Что у меня машина Едет 250 Да Например Но я не смогу Проехать на ней Потому что Это какая-то машина Ну я Это я Чтобы 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 Ты сразу Улыбался Вот А так Тренироваться Надо всегда Всегда Мне еще Мой тренер Как я только На шоссе Пришел Валерий Давыдович Говорил Говорит Игорь Говорит Если между сборами И гонкой Прошло больше чем Две недели Твои сборы Были бесполезны Понимаешь То есть Сборы закончились Прошло две недели И надо снова начинать Ты все забыл Угу Угу То есть Вся вот эта моторика Мелкая Там все Вот эти все Рефлекторные вещи Они все ушли Ну это высокий спорт Высоких достижений Это отдельная песня Ничего подобного Ты понимаешь Ты же Ну ты дома Глаза можешь закрыть И дойти до кухни Например Ну наверное да Ты же идешь На рефлексах На каких-то Понимаешь А все рефлексы И Ни одно Высшее достижение Спортивное Да Не делается на адреналине Только на рефлексах Можешь себе представить Опять же Летчика приведу В пример Там какой-нибудь Пятьсот пассажиров Самолет Да А на встречу Пеликан летит Да Как его облететь Нет А этот пилот На адреналине На посадку заходит Да Ну там есть второй пилот Первого Быстрихо изолируют Ты понимаешь Да То есть Никакого адреналина Ни одного Профессионального движения Не делается на адреналине Только рефлекс А сложного Рефлексы Приявить А все зависит от того Кто их и как Их прививает Ну Каким спортом занимался Я? Да Ой Да наверное Особо никаким Честно говоря Прямо так Чтобы до достижений Каких-то Особо никаким Ну все равно Вождение автомобиля Вот пожалуйста Ну это не спорт конечно Да Нет ну спорт почему Ну Боксера приведем В пример Да Чтобы вот Это самый удар поставить Сколько раз Он в дыню стукнул Да Ну можно гитаристов Можно привести В пример Которые каждый день По нескольку часов Да Вот этот мелкий моторик Пальцем Совершенно правильно Да И все это Нет времени думать Особенно на мотоцикле А есть в правах Которые получают На вождение Какой-нибудь Тайный знак Что это сделано В мастерской Чемпиона мира Копытова Нет Нет Какой-нибудь такой Знак отличия Я не задавался Этим вопросом Ну Тоже пафосно Ты мне подсказал Так надо же Как-то пиарить себя Ну И такой известный человек Ну Про меня Сарафанное радио Знает Ты Ты один Из них О да Так Хорошо Давай мы будем Потихонечку Наверное Уже так приближаться К концу У меня В хорошем смысле Да У меня значит Вот вопрос какой А вот этот вот Набор упражнений Что ли Или там Теория Даже не теория Вернее То что ты преподаешь Оно как-то изменяется С течением времени Как-то подстраивается Под электромотоциклы Под какие-то там У них два колеса Все равно Что электромотоциклы Что это Ну все равно Это же не статическая Какая-то вещь Прямо Хотя может Я не знаю Вот я тебя и спрашиваю Или как-то Скажем С увеличением Более легких мотоциклов Или более тяжелых Или более технологичных То ты тоже как-то Подстраиваешься Какие-то упражнения Дополнительные Придумываешь Нет 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 Не придумываю Есть разница Небольшая Чоппер и классика Или спорт Да Именно в чоппер Потому что Немножко другой мотоцикл Но там надо Вот эти знания Прислонить К этому мотоциклу Все Но только из-за посадки Только из-за того Что ты там сидишь Слушай Скажи мне По секрету А как Как вообще люди Ездят на спартах Я видел Что у него Руль же не поворачивается Поворачивается 5 градусов Как они Как они поворачивают Приходи А ты кстати Вот когда мы Будем снимать Ты все увидишь А есть у вас спорт Спортбайк там есть У вас нет Спорт Есть Ну какой-нибудь Вот типичный Вот этот Весь в пластмассе Такой Который не рулится Ну я снимаю С таких пластмасс Жалко Ну да Наверное да А так да Ой удивительно Конечно Что люди покупают И такие Причем мощные И в этой связи Совет от тебя Наверное Что купить Как первый мотоцикл Уж наверное не спорт Здесь Все равно не послушать Да Но к чему душа лежит Ну усредненное Компромиссное Что-нибудь Такое Что вот тебе бы Не резало глаз Что вот человек Вот только Выучился И уже купил себе Там вырод Какой-нибудь Или еще что-то большое Нет Здесь Вот по На самом деле Единственный Для меня критерий Это размер Самого человека Относительно К мотоциклу Логично кстати Да Вот Это Такой самый Главный критерий Чтобы Человек мог В общем-то Его хотя бы С подножки снять Приподнять Вот А больше Здесь никак Ничего не сделать И маленький Совет Для всех Начинающих Мотоциклистов Когда паркуетесь Не ставьте Мотоцикл под горку Передним колесом В поребрик А бывает Бывает Что может быть А потому что Не выехать Надо задом Вытаскивать А сил нет А как тогда Разворачивать И задом Ставить Да Чтобы Дорогу Ну да Надо запомнить Кстати да Ну и последнее Наверное Сколько готовить денег Чтобы выучиться У тебя Ну в среднем Опять же Очень так Я только по прошлому году Пока могу сказать Курс стоил 20 тысяч рублей 10 часов Ну недорого же Не знаю Более у человека Вот и весь в медалях Посмотри на себя Я не взял Ну что ладно Давай будем заканчивать Наверное Пожелаем всем Хорошо отучиться Друзья мои Если кому интересно Найдете ссылки На Игоря Копытова В описании К подкасту Да и собственно Просто набираете Поисковики И сразу Попадаете куда нужно Да Вконтакте Я там есть Есть страницы Телефоны Везде в Яндексе Находим И все Ну удачи нам всем Тебе большого количества Учеников Чтобы было просто много Чтобы очередь стояла Хорошо бы Да 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 И цены надо повышать Ну что это такое Ну как-то Ну как-то Хорошо Да Вот да Повысим По совету друзей По совету друзей Поднял цену Все До свидания Ребята Спасибо большое Игорь Копытов Замечательный Известный на весь город Легендарный Инструктор Здесь у нас на волне Моторадио Преподаватель Спасибо и счастливо До новых встреч Счастливо Моторадио представляет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому